всем привет это автоцентр тест и сегодня у нас в гостях honda серви еще совсем недавно придя в дилерский центр honda вам могли предложить сразу три модификации серви это кроссовер еще прошлого четвертого поколения с атмосферным мотором 2.0 нынешнего 5 с также атмосферным но уже объемом 2 и 4 и вот такую модификацию с турбированным бензиновым полутора литровым силовым агрегатор что же давайте разбираться что к чему как многие из вас наверняка помнят honda серви пятого поколения появилась в украине еще в середине семнадцатого года и эта версия была ориентирована как раз на рынке восточной европе в то время как в самой европе серви еще только дожидались и ее премьера произошла в женеве в марте восемнадцатого года и потом она появилась уже на европейских рынках и вот где-то с того времени началась переориентация на европейскую версию и именно она перед вами европейская серви с турбобензиновым мотором которая внешне практически не отличается от той модификации которая шла к нам с американского завода но все же несколько нюансов есть я заранее прошу прощения за немного не вымытый автомобиль но к сожалению такая у нас февральская погода но изменений этих минимум поэтому мы с вами их все рассмотрим даже на немного не мытом не не чистом кроссовере и так первое из них заключается в немного другом оформлении вот этой вот полоски радиаторной решетки и вот в этом черном прямоугольнике за ним скрывается радар который в свою очередь является составляющей системы honda сэнсинг что это такое я расскажу чуть позже в остальном изменений никаких например тоже полностью светодиодная оптика вот такие вот аккуратные полоски противотуманки клиренс остался также неизменным составляет он 208 миллиметров в профиль вообще машины не отличить кстати вот интересный дизайнерский элемент вот это вот грань такая да и ручка находится фактически на ее изломе а здесь ну вот сам угол наклона просто фактически вот вертикально но это чисто такой интересный элемент так привлек мое внимание идем дальше смотрим с кормы и здесь только пытливый взгляд настоящего honda вода заметит что у сервии у европейской версии два выхлопных патрук они настоящие все в порядке все классно но раньше был один такой скромный вы практически не было видно теперь же здесь все по-серьезному в остальном все осталось точно таким же внешней изменений больше нет идем смотреть что же в салоне у нас на тесте максимальная комплектация называется она престиж и оценена в немалые 43 тысячи долларов но вообще для европейской сервии доступны три уровня оснащения базовых стартовых стоит 37 средняя комплектация 40 ну и данная как я уже сказал 43 если посмотреть на салон глобально то здесь также все без перемен ну и вы знаете я не являюсь поклонником автомобилей honda но некоторые из их моделей особенности некоторые из их салонов мне очень импонируют и сервии относятся как раз к таким ну вот правда как это все здесь в меру смело в меру элегантно в меру нарядно тот же экран мультимедийной системы до добавляет фактурности здесь вот это вот все оформление аккуратное сочетание черного рояльного лака и вставок под дерево ну и также эти вставки гармонируют из светлой кожи это ну действительно красиво и смотрится очень благородно и вот вот здесь на центральном туннеле вставок раньше не было салон был чуть попроще если пытаться сравнить модификации 24 то все было чуточку проще здесь она чуть-чуть наряднее что касается самого центрального туннеля то не могу не отметить то как классно его организовали потому что у нас здесь и емкость для мелочевки два подстаканника и вот под подлокотником здесь огромнейший бокс сдвигаемые вот такой вот хитрой панелью которую можно сюда прятать снимать вовсе получать ну просто огромный какой-то подвал возвращать на место все это достаточно удобно здесь под ней два юсб входа розетка прикуриватель на 12 вольт и еще одна вот здесь вот кстати по количеству всяких входов для гаджетов хонда наверное рекордсмен у нее есть даже слот под hdmi ну и те же юсб слоты они рассчитаны на точнее не выдают два с половиной ампера это для подзарядки смаз фонов уже очень неплохо можно подзарядиться быстро что касается посадки за рулем то все хорошо кроме единственного нюанса ну лично для меня с моим ростом метра восемьдесят два мне немного не хватило регулировки руля по продольному вылету по углу наклона ну так же немного но мне достаточно но вот хотелось бы чтобы он еще больше выезжал на меня в остальном все хорошо достаточно удобное сидение правда у них очень слабенькая поддержка самой подушки но по спинке все отлично и что мне очень нравится это то что подголовник регулируется по углу наклона на самом деле когда у некоторых производителей подголовники изначально стоят вот так то сидеть горбиком неудобно здесь все это подстраивается индивидуально есть несколько позиций отлично что еще интересного что хотелось бы отметить это то что здесь полностью электронная панель приборов и она также может немного настраиваться то есть если информации вам много то некоторые пункты подменю вы с помощью настроек системы можете убрать ну например не нужно вам смотреть на работу полного привода или не хотите знать там еще какой-то из под параметров скажем так он убирается и также можно отключить тахометр ну чтобы не было слишком перенасыщена потому что когда это все включено все-таки немного многовато информации но в целом в принципе все понятно а вот еще что из изменений дьявол кроется в мелочах на руле на средних спицах здесь у нас и по круиз-контролю и по навигации по меню кнопки и все вот это вот сблокировано в принципе красиво аккуратно но есть изменения регулировка звука и пролистывание того же меню раньше было сенсорной сейчас это просто физические кнопки то есть если вы будете вводить по ним то ничего не изменится раньше это было то есть такая вот регулировка реостатного типа она была не очень удобно честно признаться сейчас все по классике нажал кнопку вверх ну это плюс вниз минус что ж в принципе по передней части салона все иду мы можем перемещаться назад оценим простор там потом багажник и погнали и сразу обращаешь внимание что двери задние открывается на очень широкий угол смотрите практически на 90 градусов это очень удобно при посадке но при высадке забегая наперед скажу что все-таки немного мешает колесная арка но по дверям отлично ну и отлично по самой их отделки по фактуре по подбору материалов здесь все на уровне передних дверей то есть не стали на этом экономить и кстати вот еще маленький нюанс чем отличается европейская модификация от версии 2 и 4 стало чуть больше рояльного лака в оформлении интерьера ну например он использован на подлокотниках а здесь у нас также трехступенчатый подогрев вот этих вот двух крайних мест ну и конечно же простор я сижу сам за собой мой рост метр восемьдесят два и здесь место ну просто можно даже попробовать ногу на ногу валом место очень много колесная база серви 266 и по моему из нее выжали максимум ну фактически вы смотрите я без особых усилий вот так вот расправляю на половину ноги в дальние поездки это будет комфортно тем более что здесь регулируется угол наклона спинки правда всего в двух положениях можно его чуть откинуть но это неплохо что у нас здесь у нас здесь дефлекторы у нас здесь уже упомянутые юсби входа они же под зарядки и в принципе все ну и панорамная крыша с половиной открывается это люк и как правило для задних пассажиров в тех же путешествиях или просто в поездках это всегда приятно и такой себе бонус а еще один момент тоже который стоит отметить это то что пол здесь практически ровно ровно ступенька минимальная вот в каких-то два пальца хотя привод полный так пожалуй все можно смотреть что у нас там с багажником так открываем багажник с помощью взмаха ноги получилось закрывается он таким же образом то есть если руки заняты каким-то грузом это удобно и здесь вполне ожидаемо внутренний объем не изменился 561 литр для вашего багажа в принципе глядя на этот багажник мне кажется что цифра вполне честно и закономерная сам ну не проем даже а объем для вещей плюс боковые ниши тоже добавляют место ну и пусть еще немного в подполье в подполе кстати живет докатка докатка это очень хорошо не ремкомплект я недавно обжегся на всей этой истории теперь обращаю на это еще большее внимание кстати сам фальшпол может переставляться и в таком положении при сложенном заднем ряду он образует ровный пол складывается задний ряд как видите два касания рычага 1 2 все пожалуйста можно грузить шторкой соответственно вынимается ну единственное замечание по отделке вот здесь это все простой пластик могли бы сделать такой же ворс как и на полу в остальном вопросов нет ну и под крышкой я также помещаюсь без проблем не задевая ее можно закрыть ножную можно вручную давайте попробуем с ноги если не получилось еще раз может только от левой ногой надо тоже не получилось ладно нажмем на кнопку пусть будет так итак под капотом тестового сервина помню полутора литровый турбированный мотор мощностью 193 лошадиные силы и крутящим моментом 243 ньютона метра который кстати доступен на весьма широкой полке с двух до пяти тысяч оборотов и отмечу что по удельной мощности это едва ли не рекорд в классе но посудите сами японские инженеры с полутора литров сняли 193 лошадиные силы это напоминает мне недавний тест эй черви когда я критиковал также полутора литровый агрегат того кроссовера за то что он был недостаточно мощный и на самом деле японцы могут и умеют больше и вот пожалуйста получите эти самые 193 лошади но отмечу что в динамике до сотни серви не сильно прибавил по сравнению с мотором 24 это практически те же 10 секунд от 0 до первых 100 километров в час поэтому по динамике особых изменений нет при разгоне мотор многообещающий рачит но на самом деле не впечатляет какой-то сверх динамикой да он едет неплохо он будет держаться в потоке можно даже уходить первым со светофора в принципе все это не проблема но вот эти вот резкие отклики на самом старте которыми кстати частенько грешат японские производители это свойственно не только honda они вселяют вот такую надежду что сейчас динамика будет ну почти как на уровне спорткара но к сожалению нет этого не происходит но опять же как я уже отметил едет в потоке данная сервит достойно и сказать что здесь под капотом полтора литра не зная этого то и не скажешь ну как минимум двушка поэтому в принципе претензий каких-то вопросов по езде в городе у меня к ней не возникает и даже коробка вариатор не способна подпортить картину и сколько-нибудь повлиять на потерю мощности да она крадет свои 20-30 лошадиных сил но опять же здесь это не чувствуется конечно я бы предпочел чтобы здесь стоял классический автомат все-таки вариатор довольно просто реагирует на нажатие на педаль акселератора и немножко упрощает все вот это вот разгонную динамику впечатление от разгона все происходит линейно но опять же если мы говорим о средне размерном семейном кроссовере то здесь это все смотрится более менее уместно кстати есть подрулевые лепестки на удивление и режим спорт и подрулевые но к ним я прибегал редко как вы сами поняли смысла особо нет есть также и режим эко но он не сильно влияет на характер машины когда ты его включаешь такого традиционного демпфирование той же педали или каких-то вялых откликов на действие водителя не происходит то есть практически все точно также даже не знаю сильно ли она на что-то влияет может вообще бутафория какая-то непонятно что касается подвески то спереди здесь стойки макферсона это классика сзади двухрычажная схема и по подвеске все осталось неизменным и это здорово потому что она фактически все прощающие и все поглощающие очень комфортно идет по нашим ямам даже по тем крупным даже по тем ужасам которые вылезли после того как сошел снег с дорог сейчас у нас февраль и тем не менее идет дождь это просто жесть для асфальта даже в столице но сервис справляется со всем этим очень достойно я остался доволен и вся вот эта вот дорожная мелочь и даже среднести крупность она оставляется где-то там где-то вот далеко внизу и не водителя ни пассажиров не беспокоит и вот здесь по вот этим повадкам мне даже кажется что сервис старается подражать своему старшему брату фонда пилот скажем так ну в общем ведет себя благородно и ну я не побоюсь так сказать на класс выше и опять же на всякий случай отмечу что все мои сравнения они будут идти с версии 2.4 чтобы лучше понимать на самом деле насколько сильно отличается европейская сервис полутора литров мотором от американской 24 пару любому все также без изменений она налито усилием она достаточно упругая в принципе достаточно опять же как для кроссовера можно там поставить оценку хорошо по пятибалльной шкале и на этом закончить но мне понравилось другое у автомобиля очень хороший выбор и вот это для города важно то есть даже если бы руль руль был какой-то вялый или не очень информативный я бы ему это простил за то что выбор от отличный и разворачиваясь маневрируя я отмечаю это практически каждый раз но в городе это очень очень важно ну и сейчас я практически убираю руки с руля и там порулить немного системе honda sensing как видите у нее это пока неплохо получается но вот вот она попросит да уже появился соответствующий значок наверное сейчас будет сигнал что держите руки на руле так и сделаю потому что я водитель законопослушных что же касается самой системы то это комплекс систем безопасности который умеет самостоятельно удерживать машину в вираже он предупреждает вас если вы быстро сближаетесь впереди идущие машины или же с выскочившим на дорогу пешеходом если вы не реагируете он отреагирует сам и автомобиль затормозит у меня не было таких ситуаций вот до уже экстремальной какой-то границы не доходило но пару раз случалось такое что сервии не давала визуальный как бы сигнал и пикала что осторожно впереди кто-то едет то есть опасное сближение да я контролировал ситуацию но отмечу что система это очень чутко следит за дорожной обстановкой ну и еще она предупреждает о поперечном движении когда вы сдаете задним ходом что касается обзорности к слову то здесь она отличная все три зеркала дают очень хорошую картинку и неплохая картинка по камере заднего вида конечно можно было еще чуть чуть лучше ну все-таки в условиях современности есть куда расти но в целом неплохо тем более у вас есть выбор из трех режимов супер панорамные обычные и такой вот вид сверху но системы кругового обзора кстати здесь нет то есть камера работает только назад показывает вам то что находится за кормой чем я остался не совсем доволен это шумоизоляцией сожалению она здесь ну где-то на троечку с плюсом то есть слышны шумы снаружи автомобиля слышен шорох какого-то гравия или камней по колесным аркам когда вы едете по соответствующему покрытию поэтому здесь есть что доработать ну и опять же уже упомянутый звук мотора на разгоне который всеми силами пытается показать что я не слабак я могу сейчас мы разгонимся это все конечно же здорово но очень быстро утомляет хотелось бы чтобы это было все потише по полному приводу абсолютно никаких изменений причем никаких изменений начиная с четвертого поколения электронно управляемая муфта в приводе задних колес которая постоянно фактически работает с преднатягом то есть на старте особенно на быстрых стартах у вас идет привод на все четыре колеса ну а там дальше система смотрит по ситуации и опять же никакого влияния со стороны водителя то есть все отдана на откуп электроники все решается автоматически вы на ситуацию никак повлиять не может ну и традиционно завершаем драйв подведением итогов по расходу топлива честно говоря я ждал меньшего потому что в характеристиках заявлена цифра 8 и 6 мне же ее достичь не удалось и в среднем за время тест драйва расход составил около 10 литров и вот здесь сравнивая с версией 2 и 4 я понимаю что фактически ничего не поменялось то есть там была десятка и здесь десятка даже скажем так десятка плюс 10 11 у меня получалось зимой если уже быть предельно точно там разгон был до сотни за 10 секунд и здесь разгон до сотни за 10 секунд то есть для меня как для водителя смотря на потребительские качества да я понимаю что не сильно то и поменялось со сменной мотора там стал мощнее он по сравнению с тем прибавил это там 10-15 сил на вскидку до турбированный но получается характеристики те же ну что ж подведем итог в первую очередь отмечу что сервис новым полуторалитровым мотором меня по своим динамическим качествам не разочаровала это как толстушка которая должна запыхаться и устать сбегая на десятый этаж но она сделала это легко и непринужденно примерно точно так же ты ожидаешь динамику от этой машины и точно так же даже немного удивляешься когда садишься за руль и легко и свободно едешь что еще хочется отметить что по сравнению с версией 2 и 4 осталась неизменная цена да это 43 тысячи это немало если мы говорим о максимальной комплектации как наш тестовый экземпляр но с другой стороны это и была точно такая же цена 43 тысячи то есть здесь все осталось опять же точно так же с другой стороны honda сервис остается все же дорогим автомобилем и если мы будем сравнивать с главными конкурентами в сегменте отмечу в самом популярном c-сегменте c-сув где играют и toyota rav4 и ford kuga nissan x-trail hyundai tucson и kia sportage ну в общем вот все основные конкуренты то у них базовый прайс начинается заметно ниже а sportage так вообще демпингуинт что позволило ему кстати удерживать лидерские позиции не один год подряд именно поэтому я так подозреваю honda понадобилось четвертое поколение предыдущие где смогли снизить цену и как бы условно дать и низкую низкий стартовый прайс другой стороны за эти деньги мы получаем уже достаточно оснащенный автомобиль оснащенный неплохо то есть по сути всеми плюшками которые должны быть в таком классе но на этом у меня все я прощаюсь с вами до следующих тестов удачи на дорогах всем пока